Уважаемые члены Совета Безопасности, уважаемые присутствующие, сегодня нам предстоит обсудить складывающуюся вокруг Беларуси и внутри Беларуси текущую ситуацию и самое главное влияние этой ситуации на социально-экономическое развитие Беларуси. Прямо скажу, сейчас этот вопрос является одним из наиболее актуальных для государства и стоит в одном ряду с обеспечением его военной безопасности. Нам необходимо оценить, как складывается обстановка в стране, мире, какие тенденции просматриваются, какие выводы из этого следуют, на что направить усилия, какие практические шаги предпринимать. Рассмотрим основные направления внешнеполитического курса нашей страны в этих условиях. Экономическая война против Беларуси ведется уже почти два года. С учетом событий в Украине наступление на нас пошло по всем фронтам – в торговле, финансах, логистике. Главная цель – перекрыть наши экспортные каналы, ослабить через импортные ограничения, чтобы в конечном итоге все это отразилось на населении и благосостоянии нашего населения. Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствует о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы, и эти санкции, может быть, возились бы не сразу, а несколькими пакетами, но мы бы их получили в любом случае. И даже здесь речь идет больше о России. Надо понимать, глобально это противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Походя мимо, решая глобальную проблему переустройства мира, а появился новый мощный игрок – Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. То есть, это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если Союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря. В целом, мы в Беларуси готовились к подобному развитию событий. Я об этом вас еще предупреждал два с лишним года назад. Помните, когда мы столкнулись с болезнями всемирного масштаба, так называемой пандемией? Тогда я сказал вам, просто напомню. Мы не знаем, рукотворная это пандемия или нет. Но то, что последствия ее будут очень серьезные в обозримом будущем – это точно. Так оно и произошло. Тогда я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только не говорит. То есть мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. Ну и тогда, естественно, мы пытались принять определенные меры. Важную поддержку нам тогда оказывала в экономическом, прежде всего, плане Россия. Во время недавнего визита в Москву с президентом Путиным мы рассмотрели вопросы взаимного сотрудничества в промышленности, грузоперевозках, топливно-энергетической и финансовой сферах. Главное, мы одинаково оценим ту ситуацию, которая сложилась вокруг Белоруссии и России. Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше. Лоббисты, конкуренция, коррупция, наверное, все в целом. Многие страны, последовавшие за сильными мира сего и бездумно присоединившиеся к санкциям, уже начинают задумываться и что-то понимать, даже предпринимать. Некоторые с Россией и Беларуси компании западные побежали, отдельно возвращаются обратно. А часть их и не уходила, сделали только заявление. По сути, эти ограничительные меры в отношении России и Беларуси, введенные Соединенными Штатами и их союзниками, в итоге становятся санкциями для всего мира. Разрушена сложившаяся система торговли. Они делают слабее государства, которые их уводят и даже в большей степени вредят этим государствам. Возьмите Европейский Союз. Не хватает топлива, цены подскочили. Не хватает продовольствия. Сельское хозяйство очень насторожилось. Не хватает минеральных удобрений и прочее. Понимающая эту проблему державы, в частности, Китай, выступает против санкций стран западного мира, дестабилизирующих мировой рынок. Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый водораздел между Востоком и Западом. Это началось давно. Чтобы выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем, Америке надо было здесь разобраться. Европа, Россия, Украина, Белоруссия пошло-поехало. И началось это, как минимум, вы помните, с Майдана. И не последнего, а предыдущего перед последним Майданом. Им надо было с Украиной, с Белоруссией разобраться, чтобы потом разбираться с Россией. В Украине в результате двух Майданов что произошло, вы знаете. Следующим были мы. В 2020 году попробовали, сломали рога и зубы. Не получилось. Тогда понятна была стратегия, я это четко предвидел, объединить нас с Россией в одну корзину и дождаться момента, чтобы нанести удар по Белоруссии и России. Если в этой ситуации говорить о Белоруссии, то наш выбор был очевиден. После обнаружения неоспоримых фактов о реальной угрозе национальной безопасности, а вы помните 2020 год, когда мы там даже военные мероприятия проводили, выдвигая полармии на западную границу и показывая им, что мы шутить не будем. Нами были приняты необходимые меры для защиты своей страны. Абсолютно правомерно задействован механизм военной поддержки в рамках нашего Союза Белоруссии и России. Более того, почти сразу после начала активной фазы боевых действий на территории Украины, Беларусь традиционно постаралась наладить диалог между сторонами конфликта. Еще раз хочу подчеркнуть, для тех, кто кричит «нет войне», нам война эта не нужна, потому что в результате этого конфликта двух славянских народов больше всего пострадать можем мы. Об этом я тоже говорил с первого дня этого противостояния Украины и России. Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их. Наша инициатива была услышана и с благодарностью принята. В Беларуси прошли три встречи россиян и украинцев, где обозначены были пути движения к мирному договору. Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно. Чтобы вы знали, Стамбул – это давление Запада на Украину и ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. Почему? Ну, по замыслу я вам сказал, они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну, какая миротворческая площадка? Надо, ну, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО. Ну, мы же не настаиваем. Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат, потому что война, еще раз подчеркиваю, это большой вред для Беларуси. Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена пособником агрессора. А вслед за этим незамедлительно последовали очередные санкции. При этом я хочу вот просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручена МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Поэтому, коль вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет, мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ведь ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада. И потом, если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины, они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, вот-вот бескорыстно придут западные государства и Украину восстановят, ничего подобного. Они, если и будут строить и восстанавливать какой-то завод в Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского, даже олигархического. Все это будет подмято олигархами Соединенных Штатов Америки и крупных стран Европейского Союза. Поэтому счастье надо искать у себя. Как я давно говорю, три славянских народа должны, наконец-то осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных. Что касается Беларуси, я хочу вас заверить, что Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы. А пока еще сомневающиеся союзники должны понять, без скорейшего сплочения нашей цивилизации, без укрепления политических, экономических и военных связей, нас завтра может не быть. Не будет просто. Поэтому в нынешней ситуации, наряду с безусловным развитием связи, с дружественными государствами, очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать, я бы сказал, точечную дипломатию, достигать конкретных результатов. При этом мы должны учитывать, что от эффективности работы экономики в условиях торговой и финансовой блокады Западом правильно расставленных внешнеполитических приоритетов во многом зависит и внутриполитическая стабильность в государстве. Хотел бы услышать от выступающих ответы на следующие вопросы. Во-первых, как наше правительство оценивает текущую экономическую ситуацию и какие угрозы просматриваются на ближайшую и среднесрочную перспективу, какие имеются резервы для противостояния с санкциям и какова общая стратегия правительства в целом. Поставлена задача одна. Никто правительство не отвлекает в этой ситуации на решение иных вопросов, нежели экономических. Во-вторых, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие нужны еще дополнительные меры. В ближайшее время мы встретимся с руководством России, с президентом России. Я хотел бы знать, какие же это проблемы, которые мы должны решать на уровне президента. Третье. Какие коррективы необходимо внести во внешнеполитическую деятельность, какие неотложные меры принять, что называется, здесь и сейчас, с учетом существенного изменения ситуации вокруг нашей страны и имеющихся прогнозов. Уважаемый Александр Григорьевич, члены Совета безопасности. Кратко о работе за истекший период. Экономика в целом выдерживает давление сформированного в прошлом году объема санкций. Предприятия работают, люди заняты, своевременно получают зарплату. ВВП сложился на уровне 101,2%. Производительность труда увеличилась на 3,8%. Складские запасы минимальны. Экспорт товаров за два месяца выше, чем в прошлом году, на 21,5%. То есть спрос на нашу продукцию вырос, и нет проблем сегодня с ее реализацией. Потому что практически все, что мы производим, сегодня нужно на нашем основном, прежде всего, рынке, в Российской Федерации. Слава Богу, мы за это боролись. Положительное сальдо внешней торговли сложилось на уровне плюс 700 миллионов долларов США. Неплохие финансовые показатели предприятий. Чистая прибыль возросла более чем в три раза. Рентабельность продаж превысила 9%. Сохраняется дисциплина платежей. Сохранена положительная динамика роста реальных доходов населения. Я извиняюсь, Роман Александрович, нас слушают люди, и вот ваше это заявление, то, что говорит премьер, это экономика, это в целом. Есть предприятия, которые очень хорошо работают, а есть предприятия, которые работают похуже, и у которых показатели похуже. Но вот на них мы и обратим внимание, посмотрим, что же мешает этим предприятиям работать. Потому что это небольшие в основном предприятия, которые производят продукцию, которая сегодня нужна на рынке. Прежде всего в основных рынках. И по сырью ведь проблем нет для них. Значит, где-то недорабатываем. Значит, где-то расслабились. Я извиняюсь, пожалуйста. С учетом оценки первого квартала, нет сомнений, что в обычных условиях рост экономики превысил бы плановое значение, установленное на текущий год. Однако в последние месяцы, как сказал глава государства, коллективный Запад значительно усилил давление в развязанной санкционной войне. Дополнительно введены чувствительные на нас финансовые и торговые санкции. Это случилось в начале марта. Которое включает в себя масштабные торговые ограничения, финансовые ограничения. К этому полностью закрыт украинский рынок по понятным причинам. Как для товаров, так и для транспорта. Извиняюсь, что еще раз перебью. Самое основное из того, что сказал Роман Александрович, это то, что мы фактически потеряли украинский рынок. Ясно, почему потеряли. Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей. Прежде всего, водители автомобилей, которые в то время попали туда, арестовали наших там полторы тысячи или сколько вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили. Я не уникаю в детали, на то это и специальная операция. Но, Иван Александрович, надо всех ребят, которые проводили эту специальную операцию, представить государственным наградам. Блестяще провели, что даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия. Пусть Маккей разговаривает с этим послом Украины, что если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать. Чтобы максимально быстро адаптировать экономику к работе в новых условиях и смягчить этот удар, правительство перешло в мобилизационный режим работы. Ежедневно работает оперативно-ситуационный штаб. При необходимости решения правительства принимаются в течение 48 часов. В ключевых отраслях экономики ситуация управляемая. Выполняются основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятиями Министерства промышленности. Увеличение складских запасов не наблюдается. Экспортная продукция БМЗ, тракторного завода, минского автомобильного завода на сумму порядка 1,5 млрд долларов США, которая была запланирована для отгрузки на рынки Украины, стран Евросоюза и США, будет перенаправлена в Россию, частично на внутренний рынок и рынки других стран. Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций, фактически блокирующих санкций, исходим из задачи по обеспечению внутреннего рынка, в связи с тем, с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем, по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта, загрузка заводов будет возрастать. Нафтан в настоящее время перерабатывает 11 700 тонн в день, Мозырь – 13 700 тонн в день. УАО «Гродноазот» полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок, как Вы поручали, товарищ президент, под пассивную кампанию. Экспортные поставки будут осуществляться точечно для отработки логистических схем и прохождения платежей. Полноценные поставки на внешний рынок начнутся с июня текущего года, в том числе на рынок России. Основные экспортные объемы комплексных удобрений Гомельского химического завода будут переориентированы на рынок Российской Федерации в соответствии с достигнутыми договоренностями. В настоящее время завершена регистрация белорусских азотных и комплексных удобрений для продаж на российском рынке, причем эта сертификация пройдена в ускоренном режиме буквально за несколько месяцев вместо нескольких лет. Объемы производства продукции сельского хозяйства практически на уровне прошлого года. По пищевой промышленности рост на 4,2%. Обеспечена устойчивая динамика по экспорту продовольствия 117% за январь-февраль месяц на сумму свыше 1 млрд долларов. Организованы бесперебойные поставки на внутренний рынок.